Коронавирус, получивший название 2019, новель коронавирус, продолжает забирать жизни и распространяться по странам. Количество смертельных жертв уже превысило 25 человек, зараженных – более 800, около двух сотен в тяжелом состоянии. Власти Китая изолировали город Ухань, откуда началось распространение новой болезни. Автобусная, железная и авиасообщение с городом прервано. Впрочем, некоторые страны, как, например, Таджикистан, и вовсе решили на время прервать транспортное сообщение в целом с Китая. Рейсы в Кыргызстан и с Поднебесной пока осуществляют. Для того, чтобы не допустить проникновения опасного вируса, создан специальный межведомственный штаб. На всех пунктах пропуска работают транспортные службы. Поэтому мы ограничим именно поездки в Китайскую народную республику, в город Ухань, для того, чтобы, возможно, там они едят морепродукты, возможно, они употребляют действительно, вот как есть версии этих змей. То есть, возможно, это птицы там какие-то есть непосредственно в этом городе Ухань. Поэтому сегодня это самый достоверный путь для того, чтобы, насколько это возможно, ограничить вот эти поездки. Несмотря на то, что жертв нового вируса становится все больше, а география болезни шире, Всемирная организация здравоохранения приняла решение пока не объявляет чрезвычайную ситуацию международного значения. Вирусологи Китая на связи информируют ВОЗ и своих коллег о текущей ситуации со вспышкой. В том числе и наших медиков, сообщила посол Китая в Кыргызстане Додэ Вэнь. Однако, когда кашель и температура уже 25 человек привели к смерти, напуганные неизвестной болезнью многие, даже будучи не осведомлены, корректные информации бьют тревогу, которая местами перерастает в истерию. Кыргызстанцам, например, накануне стали приходить сообщения якобы от имени госсанитарной инспекции о том, что в страну завезли 140 тонн зараженного китайского мяса. А тут еще и коронавирус, источник которого по некоторой версии продукты мяса, правда млекопитающих, и зараза пошла с рынка морепродуктов, которые к нам из Китая не везут и вовсе. Между тем, в госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности назвали сообщения фейковыми и призвали граждан не поддаваться провокация. Но ввоз мяса и мясных продуктов из Китая все-таки ограничили, а контроль на пограничных ветеринарных пунктах и в аэропортах усилили. По официальным данным того же ведомства, с начала текущего года на территорию страны поставок мяса из Китая пока не было. Значит, на прилавках отечественных рынков китайской якобы зараженной продукции не было и не может быть. Мясную продукцию, которую реализуют, например, торговцы столичного Оужского рынка, поставляют лишь животноводы из регионов нашей страны. Клеймо – это на разрешение, на продажу. Мы уже здесь даем на разрешение на продажу. Курицу тоже самое, где там место выхода тоже выписывает ветеринарный врач с потрошками, то есть внутренним органом поступает сюда. Проводим тоже экспертизу и даем разрешение на продажу. Специальная форма 2 подтверждает, что животное при жизни ничем не болело, своевременно получало все необходимые прививки, содержалось в хороших условиях и было забито в цеху при соблюдении правил гигиены. Уже со всеми этими справками мясные туши доставляют на рынок, где сотрудники лаборатории их снова осматривают и проверяют. Люди могли забить скот, нормальный здоровый скот забить, но при транспортировке, допустим, неправильная транспортировка, плохие условия или что-то там, или передержали. Ну, всякое же бывает. Мы все равно обязательно проверяем, смотрим. Если у нас какие-то сомнения насчет свежести или еще какие-то подозрения возникают, мы тогда проводим вот здесь в лаборатории дополнительные исследования. У нас бесконтрольно ни одна туша не проходит. Мы для этого здесь, вот нас, здесь 24 человека именно, потому что здесь большой объем работы. И вот ночью все по периметру прямо буквально, чтобы не пропустить ни одну тушу мяса. В условиях лаборатории рынка можно произвести несколько экспертиз. Взять пробы на наличие антибиотиков в мясных продуктах, сделать расширенный анализ, но самый простой и к тому же быстрый способ проверить свежее мясо или нет – сделать пробу варки. И, как утверждают в лаборатории, если бы даже в теории отечественные мясники все же решили промышлять зараженной продукцией, местные специалисты смогли бы выявить ее до того, как она окажется на прилавках. Коронавирус вообще не пропускают уже при убое. Предубойный осмотр делают врачи на месте, в убойных цехах. И так по несколько десятков туш в день проверяют специалисты лаборатории. Только после таких нехитрых манипуляций мясные изделия допущены к продаже. Подобным экспертизам подвергается и куриное мясо. Его, к слову, также упоминали в страшилках, как один из способов подхватить коронавирус. У меня домашние куры со всеми документами и разрешениями. Посмотрите, какие они. Видно же, что свежие. Мы торгуем только качественной продукцией. Люди же покупают, потом едят. Хочется, чтобы нравился наш товар. И его больше покупали, а не наоборот. Ни перепроверенное не продаем. До сих пор специалисты не установили, откуда взялась эта зараза. Среди версий были и змеи, которые могли быть переносчиком вируса, и мясо, которых в некоторых провинциях Китая употребляют в качестве национального блюда. Но теперь точно известно, не обязательно что-то съесть, чтобы заразиться. Вирус передается воздушно-капельным путем. Вакцины медики пока не изобрели. Потому единственное, что поможет хоть как-то обезопасить себя, примитивные правила гигиены и отказ от посещения мест массового скопления людей.